Но, в простонародье говоря, мы просто другие. Действительно, я недавно промолвнулся на позицию DevOps Cloud Director. В целом, ничего кроме появления этих вычек это не означает. Работу продолжают делать, как и все. Участвовать в пресейлах, активно бегать за Enterprise клиентами, говорить им, как правильно построить DevOps, как изоадоптить, трансформироваться, что такое Next-Gen DevOps и остальные тренды. В целом, Critical Services в соцсервии – это так и является. Центр экспертизы в DevOps, в Cloud. То есть ключевые технологии, все клиенты, которые приходят к нам с помощью наших партнерских отношений с GCP, с AWS. Все технологически сложные проекты, в которых нужно много работать в R&D, в ресерче или строить какие-то решения, которые выходят за рамки существующих ограничений, как, например, мы для одного клиента недавно строили кластер в GCP, где, к сожалению, у GKE больше тысяч нод в одном кластере запускать нельзя. Но мы сделали так, что в одном кластере можно запустить 30 тысяч кодов, и количество нод практически не ограничено. То есть задача COE в данном случае для клиента был ГОЛ – построить их новый солюшен довольно критический в Google инфраструктуре. почему они выбрали Google для этого солюшена? Это уже политика, но им нужно было решить как-то технические лимитейшены. Поэтому Google пришел к нам, клиент пришел к нам, мы кисели, давайте думать, как это сделать. Сегодня я расскажу вам не об этом. Сегодня я вам расскажу вообще про DevOps, про опыт того, как в целом банальные вещи позволят нам не фейлить в облаке. При переходе с фундаментального понимания, как строить DevOps, как эти все виртуалочки, сервера выглядят, как это все автоматизировать, мы приходим в клауд, где все очень активно двигается, есть возможность использовать менедж сервисы и вообще все другое. Как же адаптировать майнсет, тулзы и все, и подготовить себя в первую очередь к использованию облака и постройке решений в этом. А начну с лирики. Небольшое отступление. Как же я стал DevOps? Всем очень интересно, и соцсерв часто проводят такие вещи, когда рассказывают success story. Так вот, мой success story в соцсерве, почему я пошел к этому DevOps. Это 8 лет experience of DevOps. А началось все с простого. Около 8 лет назад я работал в ассорсинг компании на небезызвестном банковском проекте в Киеве. И когда я туда пришел в течение трех месяцев, я увидел, что билд собирается на машине тех лета, выполняемся в продакшен на трейд-деске в Нью-Йорке на фондовых биржах ручками по ночам. Часто спим, работаем с пятницы, в ночь с пятницы на понедельник. То есть бессонные релизы, там куча проблем, потерянные трейды, там куча всего другого. Я предложил, ребята, давайте начнем не билдить это все на машине тех лета и как-то вот это выстроим в процесс. На что наш product owner сказал, о, офигеть, ты, наверное, DevOps. Я слышал об этом на конференции, давай ты будешь нашим первым DevOps'ом в компании. И я такой, о, я этого, ну когда же я этого не слышал, буду руку брать, я не слышал, что такое DevOps. Я в тот вечер пошел загуглил, что такое DevOps. Вот так, сначала на русском, на русском вообще материалы, но дальше на английском, вот из DevOps. Есть из статей, два каких-то записи, вот так, вообще-то не из камеры, из конференции, рассказывается вся CD, методология, agile, там, ду-ду-ду-ду-ду-ду. Прошло восемь лет, мы гуглим, что такое DevOps, миллионы статей, как минимум десять главных идей, что такое DevOps и разные виды его применения в разных то в сорсингах, то в продуктовых компаниях. Но ответа, что? Что же это такое? Что это за зверь, как его есть? Никого нет. Ну, то есть у каждого есть свое специфическое мнение, но тот же, это вся CD и литузы. У кого-то это не билдить на мошенники хлида, это процессные какие-то практики. У кого-то это, говорит, просто майндсет, это культура общения компаний, развития. Я считаю, что DevOps сейчас, если бы никто не придумал слово DevOps, придумали слово, которое называется Continuous Improvement Engineer. Майндсет и задач любого DevOps, по крайней мере, как мы работаем с этим с аутсорсами, потому что жизнь, я так и с ними больше и свала, в том, что DevOps-ами затыкают любую дырку в компании. Ожидание, например, Executive, с которым мы подписывали контракт, что DevOps-ы придут и решат его проблемы. Он пришел, и мне нужны DevOps, мне нужна Strong Dedicated DevOps команда, мы пытаемся расти, мы постараемся строить DevOps в практике, но для начала нужно людям показать value по DevOps. Давайте 10 инженеров, и мы вам rocket ship построим. Зафейлилась, очень жестко. Ну что 10 DevOps могут сделать, если сама компания не готова вообще адоптить, меняться. Приходишь к девелоперам и говорят, чувак, я уже 10 лет пишу на Java 6, мне вот здесь Spring Boot, конфиги, dedicated, cloud, как пакеры. Что такое пакеры? Чувак, вали отсюда. Ты идешь к менеджеру, ну давайте адоптить. У меня люди работают, у них там 200% allocation. Какой адоптить? Какие новые тулзы? У меня все уволятся, если я вам скажу, используют что-то другое, кроме того, что они уже 10 лет используют. Тут нужно менять культуру и желание людей изменяться. И это намного комплекснее, чем просто написать скрипты на перформе, рамбуки, как этим пользоваться и выдать им всем. Надо еще понять, как это все трансформировать. Ну, вот этим пониманием, и попыткой двинуть большой интерпрайз в DevOps, я и в последнее время занимаюсь. Успешно, не успешно, но вроде как успешно. Собственно, мой опыт в том, как не фейлить в DevOps и его трансформации в Cloud. Первое, что я хочу сказать, это презентация интерактивная. Сканируем код, вводим в браузере все на телефончики презентацию. Если у вас Samsung, делаем это в Bixby. Если у вас iPhone, покупаем новый телефон. Главное, можно будет участвовать в интерактивных полах, можно задать вопрос, можно сказать мнение про меня, тихоря анонимно. Уникальная возможность, но она открывает для людей, когда она видно, можно сказать, чувак, побыстрее, заканчивай, фигня. Я делаю не так, я думаю не так, поэтому даю вам пару минуточек, пару секундочек, заходим и будем проверять, как это все работает. У кого не получается сканировать, немножко с фокусом тут приколы, то просто попытайтесь бить. Все окей? Получается, открывается что-то? Хорошо, тогда проверка связи. У нас первый пол вспоминалось много раз. И вообще, интересный очень документ, стоит в DevOps Report, от папы, от Google, от любых других. Мне лично нравится больше всего этот, и я хочу первый вопрос спросить, и заодно проверить, как это работает. Вот. Считали ли вы? Примакиваем кнопочки, выиграем в лотерею. Все, два, три, ушло, ушло, каунтер, пошел, активно, активно, активно. Видите, не нужно выкрикивать, можно нажмать кнопочку, можно еще и question где-то там написать. 28 человек. Очень активно. Ну, давайте посмотрим чарт, как это выглядит. Да, четыре волоса, двадцать волос, ну, пять, е, аффективненько, двадцать девять, тридцать человек не читали. Вот и опросничек. Ребята, с этого девопса пор семьдесят две, семьдесят четыре странички, но он в целом очень хорошо рассказывает, зачем это все, как видят это большие интерпрайсы, как видят продуктовые компании типа гугла. Они вливают в это кучу денег в одной попытке понять, как это, блин, померять. Мы приводим девопс компанию, а а что это? Они, вот показывается тут Netflix, говорит, вау, что основанки, все круто. У нас девопс, и все такие, давайте копировать Netflix. О, тут выходит Spotify, говорит, а у нас скводы, у нас другая там система организации, мы по-другому работаем. Все такие, бегать, давайте это адоптить. В конце концов, никто не понимает, вот мы заадоптили, а лучше? Ну, вроде лучше, а на сколько лучше? А что с этим дальше делать? Вот. На этот вопрос мы попробуем ответить в конце. А сейчас вопрос, почему же в клауде? Да потому, что банально, это уже даже тренд вчерашнего дня, 53% компаний имеет больше половины своей инфраструктуры в облаке. 18% вообще почти полностью находятся в облачном эмбарменте, и это растет. Это данные за 2018 год, видя тренд, с которыми нам приходят клиенты, и приходят, 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 и приходят, у всех есть клауд. Только там у одного-двух клиентов за прошлый год были только свои какие-то правила клауды, и то, потому что у них супермега-секьюрити, хипо-комплайенс, нужно все держать, и то они начали верить клауд-провайдерам. Они были готовы сделать этот leap of faith для того, чтобы перенести в облако. Потому что за облаком будущее. про это кричали аналитики еще десять лет назад, сейчас они даже об этом не упоминают, потому что это уже как мантра все себе друг другу читают, и бизнес в это верит. И важно, что каждый из нас об этом может верить, но если в это верит бизнес, нам придется с этим жить. Первый фейл, мы начиная первой адоптит клауд и строить свои солюшены, мы не считаем limitation, open issues. Банальная вещь, все говорят, о, блин, да я вроде считал, но когда мы строим свои солюшены, решаем, что давайте эластик бинстов, или вот пару компонентов менедж сервиса будем использовать, все остальное традиционно на виртуал, как и свой кубернетис, давайте проверять с помощью GPU issue tracker, с чем мы работаем, потому что вот эти 15 минут, которые ты потратил на каждый из этих ключевых компонентов, в итоге спасают потом два, полгода, а то и год времени в переписывании солюшена. Не раз был такой момент, что, ой, мы выбрали ластик бинсток, еще в то время, когда кубернетис и докер только развивался, и заметили, что в дотнет он ранен, ой, круто, все хорошо, а потом оказалось, что консольный application он не ранен, что у него куча limitation вообще по запуску каких-то вещей, кастомных библиотек, хотя те вроде dotnet framework три совместимые, оно просто не паша, ты заходишь в limitation, оно там прям красным написано, не работает, блин, хорошо, что мы это почитали, сказал я, через три месяца, как мы начали писать проект, и потом два месяца переписывали. окей, следующий момент, погоня за инструментом для каждой задачи, сейчас вот эту цифру я еще искал, и собирал, добавлял несколько месяцев назад, сейчас уже это почти 500 инструментов, для каждой отрасли работы CICD, Cloud, collaboration tools, все что можно, database automation, у нас как минимум есть несколько инструментов, которые перекрывают друг друга по функционалу, и мы такие думаем, о, вот этот инструмент чуть-чуть лучше, о, вот этот чуть-чуть лучше, давайте добавим, давайте, на конференции я его слушал о таком крутом tool, давайте будем его использовать, нам куб спрейчик, какой-то, еще что-то, мы добавляем эти инструменты в наш проект, и начинается происходить хаос, проблема в этом, больше инструментов, больше сложностей, сложнее поддерживать, сложнее разбираться, и больше вероятность сбоя всего вашего пайплайна, процесса, чего вы делаете, потому что тулзы, время от времени меняются, некоторые из них вы начали использовать два года назад, а они больше не ментейнятся, какой-то open source проект, который сначала взглядел как стартап, а потом изогнулся, и чем больше таких инструментов в вашем пайплайне, в вашем инструментарии, тем тяжелее будет новым людям, которые пришли в компанию с этим разобраться, чем больше будет вероятность того, что в какой-то момент вышел апдейт, сервис cloud не обновился, и этот инструмент изменений не поддерживает, поэтому стараемся укоротить их не до минимума, но не добавлять для каждой задачи свой отдельный инструмент, стараемся выбирать такие инструменты, которые могут прикрыть несколько задач. да, возможно, это будет не самый оптимальный инструмент для этой задачи, но если он прикрывает 10 задач собой, то стоит подумать, вводит ли 10 инструментов, или все-таки остаться с одним. следующий вопрос, быстро и грязно, или чуть дольше, но более надежно. баши силай, классика жанра, быстро, просто, работает, но пока не надо новые функции допилить, или не приходит время что-то обновить, я не говорю, что это невозможно, потому что, опять же, быстро, просто, прошел себе, легко прочитал код, ну, пока там не больше 6000 линий в одном файлике, тогда еще читаем. Python, во-первых, не так быстро, не так просто, но тоже работает, возможно, не возможно, а дольше, чем тот же башскрипт, потому что использование стандартизированных интерфейсов, которые нам кладпровайдеры обещают, все-таки улучшает работу с этим кладпровайдером, даже если под капотом что-то поменялось, а и вызов к этому капоту, или SDK-шка для работы с этой штукой, не поменялось. Минусы? Нужно выучить Python, ну, покурить SDK, но это занимает время, иногда этого времени у нас никогда не учиться, учиться, еще раз учиться, это тяжело, особенно, когда у вас project-менеджер говорит, релиз через два дня, что ты делаешь? Сделай здесь коски. Что же выбрать? Если вы в самом начале проекта и смотрите, сколько эта штука будет жить, если она живет меньше восьми месяцев, а это стандартный, грубо говоря, life cycle, где начинается большое изменение стоимости поддержки такого солюшного времени, которое вы тратите на обновление кода, обновление функционала и вообще затраты на добавление новых фич. Для CLI, вы здесь видите красненьким, это быстро, за месяц вы потратили время, ресурсы, сделали этот солюшен, и следующий к ней, примерно месяца четыре, его трогать не нужно. Для Python, ну, для SDK, и прочего, вы потратили два месяца, чтобы это написать. разобраться, потестить, может еще что-то сделать. Но начиная где-то с четвертого, восьмого месяца стоимость поддержки такого солюшена, написанного на баше, начинает намного превышать стоимость поддержки, добавления новых фич, вообще стабилизации такого солюшена в лонферном перспективе. Поэтому, тут, да, история моей жизни, вечная борьба, сначала быстро сделав прототип, а потом переписываешь это. И у меня к вам, ух, и тут кнопка. Есть вопрос. Что вы выберете? Ну, может даже не слышав меня, что вы выберете? Для начала проекта, или вообще, что вы используете чаще всего в своей ежедневной жизни? Раз. Ну, примерно половина говорит «it depends», потому что это действительно нужно подумать и решить, если мы все это будем делать, а когда, сколько нам будет жить, а когда нам нужно будет эту штуку менять, переписывать. Может, это коротенький прототип? Баш и сейлайт. Может, мы через три месяца будем уже продачную систему с нуля писать или продать эту клиенту. А если это прод-система? Ну, окей. Опять же, выборы Python и баш. нет. Окей, выведите аудиторию. Я скажу, что это действительно «it depends», хотя со временем, с опытом, тем больше вы работаете с Python, с Go, тем вам проще написать эту штуку с самого начала. То есть вы уже его хорошо знаете, сдобились к каким-то библиотекам, выучили и погнали. Следующий момент. А давайте сейчас ставим так, а потом переключим. Сколько раз вы это слышали? Я вчера. И, возможно, в следующую среду, когда будет планен по следующему проекту, это все технический долг. Но технический долг – это нехорошо, но и неплохо. Потому что сам DevOps – это как час agile методологии, говорит, что fast and flexible – это активно пополняет этот долг. Потому что мы иногда нужны сжатые рамки, мы не всегда делаем правильные решения, возможно, мы понимаем, что это неправильно, но нам в это время нужно впихнуть эту задачу, и это активно пополняет долг. Самому бизнесу важны деньги, важна скорость, не качество. Если они могут эту штуку вывести сейчас на рынок и гребануть миллион пользователей, потом получить из них фидбэк, деньги и потратить деньги, чтобы это дописать, они так и сделают. То есть нужно понимать ваших продакт-оунеров, сам бизнес, который вам приходит, и сколько бы вы с ним не бились, что давайте вот это пофиксим вот сейчас, потому что в продакшене было, если он может это выпустить и продать клиенту своим юзерам, он это сделает, и он забьет на то, что ваше мнение. Он потом придет с деньгами и скажет, а теперь давайте чуть-чуть подпихнем, что-то улучшим, и бесконечный цикл улучшения, но уже с деньгами, которые зарабатывает бизнес. Если ваш бизнес зарабатывает деньги, в целом он когда-то задумается о том, что эти деньги можно на вас попасть. Ни одна методология не избавит этого. То есть девопсы, лины, короче, все равно будет технический долг. Главное понять, что с этим делать. Я использую одну простую формулу, выглядит она просто. Если стоимость поддержки этого долга намного меньше, чем взять, все кинуть и переписать, то есть сделать это правильно, то я продолжу держать этот долг в своем беклоге, его нужно формализировать, добавить, описать, сказать, какой импровмент, какой-то вам компромайз вы сделали, но трогать его пока еще рано. На примере автомобиля в вашем топливном баке дырочка, оттуда течет бензин. За 100, ну это за тысячу километров вы теряете там 10 литров бензина. И вот, вроде бы, заплатить за эти 10 литров бензина на тысячу километров ну не так уже страшно. А если вам нужно починить этот бак, то он засунут где-то там очень глубоко, вам нужно всю машину разогнать. Потратиться на это время, это остановить всю систему, всю работу, не ездить на этой машине, а потом еще фиг знает, что у нас соберется. Это significant error. Но, тут нужно учитывать, это же риск, бензин, этими вещами приходится играться. Насколько этот риск большой. Если этот бак находится далеко от любых вообще моментов с искрами, и вероятно, что он взорвется очень низко, я не говорю, что ее вообще нет, но очень низко, и вы можете себе позволить этих 10 литров на тысячу километров терять, то продолжайте это делать. Но обязательно запишите, что у вас прокапывает там этих 10 литров. В тот момент, когда вы начнете запихивать рядом с этим баком, я не знаю, карбюратор, еще один двигатель, кострель, который есть скринт, вот тогда нужно задумывать и быстро это фиксить. Тогда вот, в случае этого, стоимость поддержки этого долгая, с учетом рисков, намного увеличится. Я этот процесс вообще называю процессов continuous расплата, когда в течение каждого скринта стараюсь выделить вот полдня, двухнедельный скринт, полдня на импровменты, потому что импровмент, автоматизация уменьшает количество инцидентов. Уменьшение количества инцидентов, у вас больше времени что-то новое пописать или пофиксить старое, разобраться своим этим, этим, техдолгом. Выплатили еще чуть долго, подолго, получили чуть лучше качество, опять чуть больше времени и пошло по кругу, со временем, ну, в идеальном случае, можно с этим разобраться через пять. Пишите, ну, сами пишите свои тесты, у вас инфраструкция, сход, я бидвокс, это не моя работа, давайте для этого наймем другие отмазки. Итак, у нас есть перафор, ансибл и гугл. Вы делаете с нуля салюшн, написали ракету, о которой вы будете своим детям рассказывать или своим друзьям за пивом, если вы такое написали, это просто проекция вашей жизни. Через три месяца с перафорами 120 новых багов, из них закрыли только 47. В ансибле 200 с копейками багов закрыли примерно половину, а в GCP, страшное слово, количество на всех сервисах, ну, тысяча новых ищу, и это баг, critical, крэш, который вызывает системы. Как вообще? Ну, ладно, вы крутой DevOps, вы вообще опытный чувак, вы залокали версии Терафорума, ансибл модулей, все хорошо, Google очень залокает, это Клауден Варен, тут вещи меняются вне зависимости от того, что вы хотите, даже если вы используете API. И тут я задам вопрос. Ту-ту-ту-ту-ту, тяжелый. Какая вероятность, что оно еще через 3 месяца все еще работает? Тут интересно просто узнать, что вы думаете к этому вопросу. начинает капать счетчик, начинает джать вверх. Я знаю, что там много напишут, я версия злоков, я языка использую, мне интересно посмотреть на все. 60%. Вот это ближе к реальному кейсу, и это базируется на статистике, я, наверное, накопал документ, немножко староватый, на который просто математически можно просчитать вероятность отказа вашей системы в зависимости от фейл-рейта, quality этой системы. И примерно так выходит. Даже ближе чуть-чуть к 50%, через 3 месяца вам по-любому придется идти что-то зафиксить. И в зависимости от количества этих компонентов вероятность фейла продолжает расти, и мы занимаемся тем, что фиксим нашу систему постоянно, делаем новые фичи, и в итоге мы застряли в этом бесконечном круге с проблемами. Так, продолжаем. Выгод есть, писать под это дело тесты. У всех, кто писал либо на Тироформе, которые пользовались, кто-то кроме вас, другие департаменты в организации, это помогает. Я не говорю, что это стопроцентная панацея. Но вы, по крайней мере, он на дей вон будете знать, вам упадет на ашн, спасибо, ботам, или еще чем-то. Да. Значит, мы пишем solution, мы его 6 месяцев начипаем, и чекаем его за юзный шанс. Это система работы, его управлять и подфиксировать. Те же самые баки, анти-литераторные, он не самому. Кладем не будет платиться. Да. И то, что, как я уверен, что он работает через кировку, то это не очень правильно. Ну, а вам ваш босс платит за то, что вы фиксите баги в ансибле, в ходе ансибла, или в вашем solution? Вот. Крутой проект. Потому что у нас на проектах. У нас на проектах. у вас, может, продуктовая компания. Реалии ауксорсинга чуть-чуть другие. Скажу, что реалии critical services в работе, как мы, dedicated команда, которая работает с кастером. Действительно, решение проблемы, в данном случае, того же R&D, как оно обходит, limitation, что-то решает. Да, нам заплатят за то, что мы закоммитим какие-то фиксы, вансибл, что помогут нам в дальнейшем обойти в limitation проектах. Но, в general, end-to-end тесты критического функционала должны быть. И это просто мантра, которую нужно вписать кровью в проект, в эстимейты. Да. У нас же получается, я набираю инструменты, которые вы проведете, да? Для нас, вы точно такие стандартные заготовки, которые могут проведать свой терпень. Да. Со временем, когда у вас набирается хорошая библиотека, модулы, которые ре-юзы за таких же тестов, это процесс намного проще. вы начинаете меньше тратить на это время. Вначале будет тяжело продать эту идею, что, блин, нам нужны end-to-end тесты. Вы вроде логично понимаете, но когда кастомер видит, что это 25% всего эфорта и видит сумму за этот эфорт, он такой, фу, а может потом? Я сейчас быстро в продакшен через три месяца. Может тесты потом? Потом никогда не происходит. Зачем тебе GKE, RDS, любая платформа за сервис, если я тебе кластер спрейер напилю сейчас, он будет намного лучше и меньше денег тратить и все прочее. ПАС и САС, я вам скажу сразу, не идеально. Лимитейшн того же GKE, вроде бы крутой сервис от Google по менеджеру кубернетису, но имеет свои проблемы. Не все, что хочется с open source туда может задеплоиться, какие-то нюансы интеграции, тот же предел по скейлингу, куда придется много кластеров собирать в один, вводить еще какие-то overheadы, но у них есть два преимущества. Скорость, с которой вы можете это развернуть, чтобы это работало. А второе, надежность. То есть, если куб спреем плюс-минус, в то же время, если у вас уже напиленный куб спрей, который между проектами юзайте, для разворачивания есть, это круто, но вам свой, свои же скрипты, тот же куб спрей нужно апдейтить, обновлять, стабилизировать, а здесь для вас это делает права. В данном случае Google очень хорошую работу делает. И мы приходим к этому вопросу, когда нам нужно выбрать в начале проекта или уже чуть попозже, что же нам использовать? менедж-сервис или напилить свое, я стараюсь использовать вот эти два вопроса. Спать кто-то любит? да, ну, если кто и не любит, бывает такое, или уходить вовремя домой. Вот, у меня здесь есть интересный вопрос, который поможет определиться свое выбор, или менедж-сервис. робот-пелесос пришлось добавить после прошлой конференции, потому что люди сказали, а что если у меня не девушки, не парни, не кота, а только робот-пелесос? ну, мы все люди продвинутые, мы все понимаем, техника далеко дошла, спасибо про нахабу за его инвестиции в развитие IT. окей, я понимаю выбор напилить свое, потому что свое в некоторых случаях applicable, разные случаи бывают, может быть и depends, но в большинстве случаев постарайтесь посмотреть менедж-сервис, насколько он viable я знаю, что Стас сказал, что свое напили. нет, 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 он из critical services, вот так вот, да, да, не ускоряемся, ну, такое, скорый ланч, и не буду вас даже заезживать. Что это за зверь? Давайте поговорим о security, еще раз, наибольшие источники беспокойства со стороны security-экспертов, особенно в отношении инфраструктуры, это data in public cloud, cloud infrastructure, больше половины всех тридов, invalorability, вообще попыток взломать что-то происходит как раз в этом направлении. Наша работа, как девопсов, в интерпрайсах, вообще людей, которые заняты очень близкой работой с инфраструктурой, автоматизацией, помочь в борьбе с этими кибербезопасностями, ну, киберпреступниками, вообще, киберфредс. Конечно, отмазки, большинство, много компаний говорят, блин, у нас несколько денег на это все дело. Вот, при этом отмазок 2015-2016 года, плюс-минус остается неизменным, budget constraints, проблемы с совместимостью, сертификации какие-то, там нужно, ну, как бы, учить людей, lack of training, personnel here, все приводит к тому, что мы отказываемся где-то, пропускаем вот эти небольшие, небольшие дырочки, делаем трейд-оффы, и через год, через два, кто-то приходит, сливает базу 177 миллионов записей social security numbers и все прочее в штатах, и компанию можно вот так схлапывать, закрываться. Я-то понимаю, работу вы себе найдете, но, может быть, вон-то компания. Поэтому, от девоксов нужно немного, я не говорю, что нужно быть прямо security-экспертом и потратить несколько лет на обучение, но вот, есть пара бесплатных ресурсов, вот первый из них я очень рекомендую, который поможет посмотреть, как безопасно построить вклад в инфраструктуру. Основные, проведет вас по основным векторам атаки, вещи, куда нужно смотреть, и он реально не требует много времени. Сумарный курс где-то 20 часов занимает, его можно пройти за месяц-полтора, и он дает хороший, неплохо, ну, хороший овервью всех, большинства, большинства, наверное, я не скажу всех, но большинства векторов атак, как эти методологии, как митигировать эти проблемы. Ну, и guidance, если вы используете AWS, то AWS security best practices, security pillar, GCP security best practices, почитайте, что рекомендуют, какие методологии, какие approach, чтобы вы, по крайней мере, знали, куда вы строитесь, пожалуйста, используйте роли, не храните ключи plaintext, не выстребатите. Один из важных дизайных моментов, это дизайн фейлы, fail fast, многие думают, что это красивые слова для конференции. В облачном environment это все по-другому, в облачном environment больше нету таких вещей. Uptime 1300 дней, все мы любили скидывать такие штуки, ой, посмотри, какой у них сервер, там нет, база, уже 5 лет Uptime. Так вот так не работает. Внутри, под этими всеми дата-центрами, меняются environment, сервера падают, диски вылетают, вы больше не в контроле того, что происходит в инфраструктуре, и эта вещь просто больше недоступна. У меня к вам вопрос. Примерились, друзья? Это про Uptime? Да, это про Uptime. Ага. 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 Давайте, интерактивненько посмотрим. Ага. Ага. Вот этих я называю честными, а эти скоро будут честными, они еще не там. у меня почти борьба, да, до последней. Ну, плюс-минус одинаково. А мы-то знаем, что мы мерились, когда-нибудь подумали, ух, блин, может кому-то показать это. Это надо добавить третьим пунктом. Думал показать. Improvement. Три слова, которые хочет услышать каждый архитектор, и вообще каждый кастомер, что solution stateless. Ему плевать, где запускаться. То есть, если вы запускаете этот контейнер, и он сдох, то его можно запустить на другом инстансе, в другую виртуалку, запустить что угодно. Ему не нужно не менять ни лайнер в своей конфигурации, ничего. Он не привязан к компьютересурсу, но где он выполняется. Elastic. Окей. Scaling. Вот первый вопрос. А как это будет scaler? Окей. Если даже мне сейчас не нужно становиться на пластыре, через два года, ну, вдруг мы, блин, стали терминстаграмом, тиктоком, еще чем-то. Вот у тиктока был интересный челлендж. Они не думали, что они взлетят настолько круто. И в один момент у них был баунтайм почти в три дня. Просто из-за того, что у них их компьютеринфраструктура, ну, уперлась в технической лимитации скейлинга в AWS. Ну, чуть-чуть должны были поменять двадцать процентов их инфраструктуры, чтобы вернуться онлайн. всего. Двадцать процентов. Селф-хиллинг, да, метрики, хелф-чеки, помогающие вашему сервису, понять, что, во-первых, он упал, и как-то с этим сделать. Или отправить вам notification, или автоматически триггернуть какой-то action, который говорит, это все. Перестартанул ноды, еще что-то сделал. Вот. И мы приходим к вопросу. Метрики? Йоу. Они у нас там, логи там. Я видел клиентов, у которых четыре мониторинг системы, и две системы агрегации логов. Одна open-source, другая, ну, сплант и платная, там, datadog, new relic, все вместе. И они бегают, у них случился инцидент, они между тремя системами бегают, двумя системами лог-агрегации, пытаются найти, что ж была причина. Соберите это, пожалуйста, наконец-то. Практика мониторинг вообще, она там, сейчас эта книга везде на сейлах, очень дешевая, очень коротенькая, и очень полезная. О том, как правильно делать эти метрики, чтобы от них был смысл. Потому что просто создать тысячу метрик и кучу аллеров, которые не имеют этого смысла, никакого. Тоже та же задача. Старайтесь использовать native-ные сервисы. Adidas CloudWatch, драйвер очень неплохие. Они, может быть, еще не догнали реперриата с Prometheus или с datadog, но они там будут. Со временем они спит лучше, лучше, они хорошие идеи друг у друга открыят. Поэтому, постарайтесь собрать это все вместе. И мы подходим к последнему, к последнему вопросу, что метрики это же не только сервера, это не только система. Мы об этом говорили со всеми ребятами. Мы сегодня упоминали спитеры о том, что, ну, окей, мы знаем, latency, threshold, системы, процессы, можем добавить что угодно, но, как по мере деворс? Для кого-то это в Jira насколько таска быстро закрылась, для кого-то это время deployment, в production, насколько у нас быстро код из мастера попал в production реальный, change fail rate, много вещей, которые там даже state of devops расписывают. У меня вопрос к аудитории, а что для вас devops и как вы его померили? Такое интересное вопрос. Customer satisfaction? Для бизнеса вот этот ответ просто мое. Еще. Чтобы вы вымерили в devops. Здатность обойтись без, особенно, кастомных штук, написанных на СДК. Старались лучше, чтобы использовать YAM-форматы, когда новые люди приходят на проект, которые долго реально работают, чтобы они не разобрались постоянно, если работают, и не читали себе там код, а просто писали YAM. Да, это тяжелее померить, но тоже стандартизация, вот время даже онбординга человека, его там метрики профессиональные, что он насколько на опту спид и готов сразу работать с проектом, это тоже такие вещи, которые, к примеру, YAM одно время очень старался мерить, как они быстро могут заандборить инженеров в проект. В данном случае они мерили, насколько они быстро девайвокер могут заандбордить. Некоторые компании попытались это сделать вообще для всех, сколько YAM нужно заандбордить, сколько YAM нужно заандбордиться. Это тоже можно мерить. Так, у меня тут есть два вопроса. К черту анонимность. Да, действительно к черту, но, к сожалению, так работает система. Можете лично потом про меня подойти, я напишу ваше имя в следующей презентации. Как же проценты по долгу? Блин, точно. Я пропустил очень интересный опросник. Прошу простить, понять, что вы будете делать с тех долгами, которые у вас не купились на проекте. Я видел людей, которые на собеседовании говорили, что я люблю написать что-то крутое, но в тот момент, когда его нужно начать поддерживать, я обычно меняю компанию, в которой я работаю. Лайфхак тот еще, но мы его к себе не взяли. Вообще надо думать, что ты говоришь на собеседовании. Ну все ясно, все будуть платить свои долги, рано или поздно можете попрыгать, попрыгать, но оно к вам доберется в том или ином случае. Нужно будет найти для себя систему, которая хотя бы критические нюансы системы будет закрывать. А может и нет, может вы будете менять проект, как только она приходит с моим трендом склассом. Вышли в продакшен, фу, апдейтнулся виху на LinkedIn LookInFultunits. Хорошо. The last one. Final word. Банальщина. Читайте. Limitation. Любую другую информацию. И только потому делайте. Manage services. Цените свое время. Уменьшайте время, которое вы тратите на переписывание. а больше старайтесь заниматься тем, что вы что-то новое генерируете. Это для вас интереснее. Платите свои долги, меряйте и улучшайте. Потому что нельзя заимпробить что-то, не померя как-то. Ну, то есть нам может кажется, где-то на подсознании понимать, но оно в принципе стало лучше, но вот осязаемым оно не стает. В тот момент, когда вы начали добавлять свои первые метрики, как ребята из Татадога начали это анализировать, анализировать, собирать, они поняли те места, где можно заимпробовиться, а если импробмент не сработал, то пойти понять почему и придумать от Zadjusti свою методу. Поэтому 4 простых истины. И у меня здесь все. Вопросы. У кого есть какие, кто хочет еще что-то высказать. Можно не только вопросы, можно сказать, встать, я с вами не согласен. Спасибо большое за презентацию. В общем-то согласен. Единственное, по поводу формулы насчет технического долга, я бы как раз оба вопросу, о котором я написал в комментарии, насчет того, что долг, скажем, имеет свойство обрастать проценты. Какое-то решение, в котором долг уже образовался, продолжает обрастать новыми решениями, новыми ценностями и тому подобное. И чем дальше, как дороже будет зашли, чтобы это не было. Да, да. Системы трекинга этого долга, комбинация с постмортингами, комбинация с системами метрик, которые вообще бэклогом, или система, которая будет говорить, что этот долг у вас уже в системе 3 месяца, она будет долго смотреть, или ревьюнуть, или закрыть. Это вещи, которые помогут продукту компании бороться с этим. Но я вам скажу, что битва – это как с тряными мельницами. Не будет прекращаться никогда. Где-то будет чуть получше, где-то будет чуть похуже, но это та вещь, которую придется делать. Это девопс-гигиена, если можно сказать. Каждое утро вставать и чистить зубы, вот так вот во время спринта брать и чуть-чуть чистить свой технику. Да. Чи не лежать оно, что, например, великие компании, в принципе, они спрактикуют великие компания, в принципе, они спрактикуют просто так, как нули, они стараются сгибаться в девопс, в опенсурс, те же самые за опоки для Ассес, в тесты. Если бы все великие компании давали готовые solution, или это бы помыло загальному розвуку сэкономить время на долив. Да, индустрия, как в целом, это бы помогло. Но бизнес остается бизнесом, у руля остаются люди, которые, в принципе, далеки от этой филории. Некоторые из них, можно сказать, в виде их компании могла разработать тот же solution для автоматизации и развёртывания этих кубернетис-кластеров, который мы сделали для кастомера, но у него, у этого кастомера есть возможность на этом попиарить, рассказать, какие мы молодцы, это сделали, но свой IP, время, деньги, которые они потратили на нас, а мы для них это сделали, они не хотят отрывать. Это их компетитер адвантич. И я понимаю бизнес в этом. Я за то, чтобы люди всё больше и чаще выдавали вещи в опенсорс, можете не отдавать всю часть, но какие-то элементы, и это бы уже улучшило ситуацию на рынке и помогло бы всем нам в будущем. Потому что я сам любитель быстро на GitHub и посмотреть, кто уже этот модуль напилил. Взять этот готовый модуль и ещё старт наставить или может контрибьютнуть назад. Это могли найти в ки. Мне интересная есть история, когда для интеграции Jenkins'а с AWS'ом, чтобы агенты запускать автоматическими NS Potens'а, с EC2, я нашёл модуль, но он уже не мейтенингс'а полтора года, я начал разбираться, подфиксил solution, работал, добавил лейбл, что можно по лейблам за 30-ти инстанций стартовать, всё отлично, нагруппируется, всё круто. Для себя я это сделал, хочу замерзить основную ветку на GitHub'е, а мейтеннг, кто мне отвечает, был реклама создан, месяц, я пишу, что нет, пишу сакорд GitHub'а, он говорит, да нет, аккаунт, мейтеннгс активный, так что чувак, фейс его. В итоге, вечер гуглення, я нашёлся этот чувак из Киева, я написал ему на фейсбуке, сказал, мэн, я много чего доделал, давай померзимся, и он такой, давай. И вот таким образом мы законтрибьютили. Для этого, конечно, пришлось очень много времени потратить, но это был контрибьют-бэк комьюнити, в первую очередь, я делал это для компании, я делал это для себя, я делал это для заказчика, заказчик был окей с тем, чтобы этот фикс выпустил на рынок, потому что это было очень вебиабл, и такое вещь, что на чём можно было ещё попрятаться. У меня простое питание, як скатать с SEO-клод-инфраструктуру, софссер? Сео? Никак. Сетоо? Получше. А тут всё скатывается в тому, что технологи-технологи, но когда ты сидишь на митинге с СТО других компаний или с бизнесом, им плевать, кубернетис, AWS, GKI, для них это всё, бла-бла-бла. Всё, что они хотят услышать, сколько мы денег над этим сделаем, буду ли я хорошо спать по ночам, потому что у меня наконец-то появился дизастер-рекавери у компании, которая обращает там сотни миллионов пользователей в USA с payment data нет дизастер-рекавери. Я когда ну, когда я в NDA всё такое, я когда пришёл, увидел дизастер-рекавери плавных сель, я сам первые пару ночей не спал. Нужно научиться говорить с бизнесом на одном и том же языке. Понимать, что value техническое, мы можем решить почти любую техническую задачу, а вот как мы продадим эту идею бизнесу, как мы построим и какое value мы сгенерируем для клиента, потому что построить кубернетис-класс, то, что его только построить, откуда, где там value. Вот технар для себя понимает, блин, это же там будет удобнее менеджер, битвотный сервис, там нужно это, это, это делать. Бизнесу это непонятно. Бизнесу нужно понимать, что он с этого получит. Для этого появляются позиции тех же CTO и других ребят, которые понимают бизнес, понимают рынок, могут показать, куда компании нужно двигаться, понять, куда своей компании нужно двигаться, какие ключевые скиллы развивать на рынке, или понимать боль своего клиента. Когда он приходит и с первых слов начинает рассказывать, что у них происходит в интерфрайсе, а ты наперед уже знаешь, чуваки, у вас будут такие проблемы, такие проблемы, подержать его за ручку и сказать, чувак, я тебе помогу. Это софт-скиллы, это технический грамот, это много вещей. Я только одно добавлю, что нужно пытаться расти не только в техническом плане, а вообще глобально развивать себя в сторону бизнеса, понимание вещей, как работать с людьми, как заряжать людей, как дарить им новые идеи, потому что это важно. Важно для развития всей компании, важно для развития вашего бизнеса с клиентом. Колоро запускает на свой клауд. Я вообще против этой идеи. Он мне это не говорит? Мы это вырежем. Да, мы это вырежем. О, блин, мы записываем. Менедж сервис для клауда, у нас есть такие прекрасные идеи и даже можно сказать киосишки для того, чтобы клиентам было проще работать еще проще работать. Но я еще считаю, это возможно такая не очень выгодная затея, потому что бодаться с такими ребятами как IWS и GCP с регулярными бюджетами, с их аргенди командами просто нет смысла. Зачем нам впрыгивать и пытаться расталкивать этих ребят, когда уже три мастердонца бьются? Нет, с этого можно сыграть по-другому. Настроить что-то добавить поверх, добавить values и помочь клиентам перенести свою боль в облако. Боли от этого может быть не будет меньше, сама боль поменяется. Поменяется и более. На него место появится другая боль. То есть раньше, когда нужно думать capacity planning, купить сервера, поменять диски, держать кучу людей, теперь об этом не нужно думать, теперь нужно думать о других вещах. А как переделать applications, чтобы он работал в укладывательной инфраструктуре и не ждал столько денег? Как оптимизировать касты? Почему у меня в Google есть 400 штук в месяц из-за этого плачу? Что происходит? И каждый месяц все больше и больше. Нужно решать качественно мы в сервис создали уникальную атмосферу экспертов, которые уже за своей жизнью виделись не побудусь этого слова дерьма и знают как с ним работать. Они знают что в конце концов там все равно где-то кастын нужно ставить где-то что идеальных решений не будет. Мы не идеалисты здесь, мы больше реалисты. Но наш опыт это то, что нас дефреншиит на рынке, то, что выделяет нас среди других епанчиков. Саш, ты аккуратнее, потому что мы не все сможем вылететь. Они все-таки стремятся в я готов сказать, вы лучше из вам. Потому что я работал в ВОКО ДОВИ ПАМИТ и я готов сказать, что